Вот так торжественный многообещающий подоркестр председатель комитета фестиваля мэр города Александр Гусев открыл выставочный зал Дома культуры Солнечной. 30 человек представили на суд жюри свои работы в номинации «Изобразительное и прикладное искусство». В их числе представители народного коллектива художников «Этюд», известные в городе мастера кисти. Супруги Диана Коротцева и Дмитрий Швырин едва успели к открытию фестиваля. Мы вот из последних сил две ночи подряд дописывали, работы еще сырые даже вот висят. Вот ожидание, где мать сидит, ждет своего бойца сына с фронта, наготовила и вот в ожидании придет, не придет сын. Диана не раз еще блеснет на фестивальной сцене, как вокалистка и в хореографическом ансамбле. Сенсационной можно назвать экспозицию клуба «Рукодельница», которая уже 4 года работает при Мамоновской библиотеке. Даже трудно поверить, что эти полотна вышиты руками. Библейские мотивы, нежность, храмы Москвы, память «Завтра была война» – у этих работ разные авторы, но у всех объединяет тонкое поэтическое восприятие мира. У эксклюзивного полотна «Водопад» два автора. Вышивка Раисы Агарковой органично смотрится в опромлении живописной рамки Екатерины Индриковой. Она сумела вот это как бы продолжить, вот этот объем создать. Я сама когда увидела, я ну просто обалдела. Раньше приходилось видеть нечто подобное? Нет, нет. Это сейчас уже техника дошла до такого вот. Раньше рама лучше, красивее, богаче, там как-то по-другому делали. А вот эта роспись – это, конечно, что-то. Вообще палитра прикладников отличалась огромным разнообразием. Работа под дерево, флористик, аппликации, вязание, смешанная техника. У каждого автора свой неповторимый почерк. Первое впечатление – это вторая у нас уже выставка. Я вижу, что наши художники ничуть не хуже любых других знаменитых художников, потому что очень много вкуса, очень много самобытности, очень много мастерства, да, и души внесено именно в свои работы. Мне очень понравилось, начиная от художественных произведений и кончая рукоделием. Настройчивые звонки и директор Дома культуры «Солнечный» приглашает гостей в зал. Звучит, можно сказать, уже традиционно, как эпиграф всех торжеств песни «Одинцовская весна» композитора Игоря Чернавкина на слова поэта Владимира Наджарова в исполнении Светланы Синяковой. Конкурсную программу в номинации «Хореографическое искусство» открывает образцовый хореографический ансамбль «Маринка» руководителя Марины Абрамовой. Трогательная композиция о верности в любви, о мужестве, подвиге юных светлокосых солдатах войны, которые вернулись домой в образе белых лебедей. Танец смотрится на одном дыхании. А потом начался, можно сказать, фестиваль восточных танцев. Их число явно зашкаливало. Хоть пластика, гибкость, музыкальность танцовщиц неизменно вызывали аплодисменты. Нельзя не сказать о талантливых, ярких композициях молодого хореографа Светланы Гавриловой. Горел огонь, не затухал, и всех он в пепел превращал. Событие Великой Отечественной войны. То есть именно огонь. Когда я рассказывала, говорю, девочки, как вы должны переуплотиться, огонь плавит. Представьте, что все горит. Вот ребенок оказался в огне. Его ощущения. Вот, в принципе, идея основная этого танца. По итогам конкурса жюри решила не присуждать первого места. На втором месте ансамбль «Маринка», на третьем – коллектив Светланы Гавриловой. Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова